богатая задница таков перевод фразы украсивший куртку футболиста и все бы ничего но тарасов будучи в креативной джинсовке зашел в храм где сфотографировался под иконами и выложил снимок в сеть поступок экс-игрока локомотива вызвал негодование пользователей однако сам он не видит в нем ничего плохого ну и что тут такого я вижу в храме столько людей которые одеты не так как нужно и что мне теперь их всех фотографировать и публиковать человек зашел в церковь помолиться и не важно в чем он заявил спортсмен тарасов не скрывает что привык пристальному вниманию к своей персоне многое что пишет про меня неправда признается он у меня все хорошо рядом прекрасная семья моя опора я счастлив у меня давно выработался иммунитет на негатив хотя репутация страдает многие считают меня плохим напомним 30 июня у тарасова истек контракт с футбольным клубом локомотив за который он играл 9 лет но дмитрий не отчаивается так как уверен что сможет возобновить успешную карьеру до операции мне предлагали играть за границей но когда получил травму ноги все предложения отпали реабилитация прошла буду входить в привычный режим а там посмотрим подчеркнул футболист правда о возвращении в ряды железнодорожников нет и речи дмитрий подтвердил на шоу дмитрия сычева что собирается судиться с руководством клуба из-за травмы полученной в последней игре залога генеральный директор локомотива дмитрий тарасов подаст на нас суд тарасов потративший на хирургическое вмешательство 10 тысяч евро из своего кармана считает что затраты должен был понести работодатель свою правоту футболист намерен отстаивать во что бы то ни стало